Понятие конкуренции. Способы ведения конкурентной борьбы. Конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Такое столкновение неизбежно и порождается объективными условиями – полной хозяйственной обособленностью каждого субъекта рынка, его полной зависимостью от хозяйственной конъюнктуры и противоборством с другими претендентами за наибольший доход. Борьба за экономическое выживание и процветание – закон рынка. Конкуренция, как и ее противоположность монополия, может существовать только при определенном состоянии рынка. Разные виды конкуренции зависят от определенных показателей состояния рынка. Впервые теория конкуренции была обобщена известным экономистом Адамом Смитом в работе «Исследование о природе и причине богатства народов». Новизна теории конкуренции Смита заключается в том, что он впервые сформулировал понятие конкуренции как соперничество, повышающего цены при сокращении предложения и уменьшающего цены при избытке предложения. Сформулировал главный принцип конкуренции – принцип невидимой руки, в соответствии с которым, дергая за ниточки марионеток предпринимателей, рука заставляет их действовать в соответствии с неким идеальным планом развития экономики, безжалостно вытесняет фирмы, занятые производством ненужной рынку продукции. Разработал теоретически очень тонкий и гибкий механизм конкуренции, который объективно уравновешивает отраслевую норму прибыли. Определил основные условия создания эффективной конкуренции. Разработал модель усилий и развития конкуренции, доказал, что в условиях рыночных отношений возможно максимальное удовлетворение потребностей потребителей и наилучшее использование ресурсов общества в масштабе общества в целом. Различают несколько видов конкуренции или так называемых форм рыночных структур. Совершенная, чистая конкуренция возникает при следующих условиях. Существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке однородную продукцию, при этом потребителю безразлично у какой фирмы он приобретает эту продукцию. Доля каждой фирмы в общем объеме рыночного предложения данной продукции настолько мала, что любое ее решение о повышении или понижении цены не отражается на цене рыночного равновесия. Вступление новых фирм в отрасль не встречает каких-либо препятствий или ограничений. Вход и выход из отрасли абсолютно свободен. Конкуренция, которая в той или иной степени связана с заметным ограничением свободного предпринимательства, называется несовершенной. Для этого вида конкуренции характерно незначительное количество фирм в каждой сфере предпринимательской деятельности, возможность какой-либо группы предпринимателей произвольно влиять на конъюнктуру рынка. При несовершенной конкуренции существуют жесткие барьеры для проникновения на конкурентные рынки новых предпринимателей, отсутствуют близкие заменители продукции, выпускаемые привилегированными производителями. Между совершенной и несовершенной конкуренцией лежит тот вид ее, который весьма часто встречается в практике и является как бы смесью двух отмеченных видов. Это так называемая монополистическая конкуренция. Конечная цель всякой фирмы – победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы. Достигается она или нет, зависит от конкурентноспособности товаров и услуг фирмы, то есть от того, насколько они лучше по сравнению с аналогами продукции и услугами других фирм. В чем же сущность этой категории рыночной экономики и почему она при всех стараниях любой фирмы не может быть жестко гарантирована? Обычно под конкурентноспособностью товара понимают некую относительную интегральную характеристику, отражающую его отличие от товара конкурента и, соответственно, определяющую его привлекательность в глазах потребителя. Но вся проблема заключается в правильном определении содержания этой характеристики. Все заблуждения начинаются именно здесь. Большинство новичков сосредоточиваются на параметрах товара и затем для оценки конкурентноспособности сопоставляют между собой некоторые интегральные характеристики такой оценки для разных конкурирующих товаров. Нередко эта оценка просто-напросто охватывает показатели качества, и тогда нередкий случай оценка конкурентноспособности подменяется сравнительной оценкой качества конкурирующих аналогов. Практика же мирового рынка наглядно доказывает неверность такого подхода. Более того, исследования многих товарных рынков однозначно показывают, что конечное решение о покупке только на треть связано с показателями качества товара, а другие две трети – они связаны со значительными и достаточно весомыми для потребителя условиями приобретения и будущего использования товара. Чтобы полнее понять существо проблемы, вычленим несколько важных следствий этого положения. Первое – конкурентноспособность, включая три основные составляющие. Одна из них жестко связана с изделием как таковым и в значительной мере сводится к качеству. Другая связана как с экономикой создания сбыта и сервиса товара, так и с экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третье – отражает все то, что может быть приятно или неприятно потребителю, как покупателю, как человеку, как члену той или иной социальной группы и так далее. Второе – покупатель – главный оценщик товара. А это приводит к очень важной в рыночных условиях истине. Все элементы конкурентноспособности товара должны быть настолько очевидны потенциальному покупателю, чтобы не могло возникнуть ни малейшего сомнения или иного толкования в отношении любого из них. Когда мы формулируем комплекс конкурентноспособности, в рекламе очень важно учитывать особенности психологического воспитания и интеллектуальный уровень потребителей, многие другие факторы личного характера. Интересный факт – почти все зарубежные пособия по рекламе особо выделяют материал, связанный с рекламой в малограмотной или интеллектуально неразвитой аудитории. Третье. Как известно, каждый рынок характеризуется своим покупателем. Поэтому изначально не правомерная идея, а некой абсолютной, не связанной с конкретным рынком конкурентноспособности. Выделим основные функции конкуренции. Функция регулирования. Для того, чтобы устоять в борьбе, предприниматель должен предлагать изделия, которые предпочитает потребитель, суверенитет потребителя. Отсюда и факторы производства под влиянием цены направляются в те отрасли, где в них существует наибольшая потребность. Функция мотивации. Для предпринимателя конкуренция означает шанс и риск одновременно. Предприятия, которые предлагают лучшую по качеству продукцию или производят ее с меньшими производственными затратами, получают вознаграждение в виде прибыли, позитивные санкции. Это стимулирует технический прогресс. Предприятия, которые не реагируют на пожелания клиентов или нарушения правил конкуренции своими соперниками на рынке, получают наказание в виде убытков или вытесняются с рынка негативные санкции. Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы к более высокой продуктивности, но и позволяет распределять доход среди предприятий и домашних хозяйств в соответствии с их эффективным вкладом. Это отвечает господствующему в конкурентной борьбе принципу вознаграждения по результатам. Функция контроля. Конкуренция ограничивает и контролирует экономическую силу каждого предприятия. Например, монополист может назначить цену. В то же время конкуренция предоставляет покупателю возможность выбора среди нескольких продавцов. Чем совершеннее конкуренция, тем справедливее цена. Масштаб интенсивности конкуренции определяется тем, как скоро преимущества в прибыли теряются в результате успешного воспроизведения инноваций конкурентами. В первую очередь, это зависит от того, насколько быстро конкуренты реагируют на рывок вперед предприятия-пионера и насколько динамичен спрос. Выделим основные способы конкурентной борьбы. Одной из традиционных форм конкурентной борьбы является манипулирование ценами, то есть война цен. Она осуществляется многими способами. Понижением цен, локальными изменениями цен, сезонными распродажами, предоставлением большего объема услуг по действующим ценам, удлинением сроков потребительского кредита и другими. В основном ценовая конкуренция используется для выталкивания с рынка более слабых соперников или проникновения на уже освоенный рынок. Более эффективной и более современной формой конкурентной борьбы является борьба за качество предлагаемого на рынок товара. Поступление на рынок продукции более высокого качества или новой потребительной стоимости затрудняет ответные меры со стороны конкурента, так как формирование качества проходит длительный цикл, начинающийся с накопления экономической и научно-технической информации. В настоящее время получили очень большое развитие различного рода маркетинговые исследования, целью которых является изучение запросов потребителя, его отношение к тем или иным товарам, так как знание производителям подобного рода информации позволяет ему более точно представлять будущих покупателей его продукции, более точно представлять и прогнозировать ситуацию на рынке в результате его действий, уменьшать риск неудачи. Большую роль играет до- и послепродажное обслуживание покупателя, так как необходимо постоянное присутствие производителей в сфере обслуживания потребителей. Предпродажное обслуживание включает в себя удовлетворение требований потребителей по условиям поставок, сокращение регулярности, ритмичность поставок, послепродажное обслуживание – создание различных сервисных центров по обслуживанию купленной продукции, включая обеспечение запасными частями, ремонт и т.п.